МИЛЛЕНАР Утвержденные международным сообществом в 2000 году цели развития тысячелетия позволили привлечь значительное внимание к вопросам развития и остановить сокращение государственной помощи в сфере развития. Они также привели к стремительному прогрессу в таких конкретных областях, как охват школьным образованием, охрана здоровья матери и ребенка и борьба с инфекционными заболеваниями в особенности. Но у них были некоторые недостатки. Они были основаны на крайне традиционном подходе к развитию, задуманном для того, чтобы южные страны догнали в своем социально-экономическом развитии северной страны, с очень сильным акцентом на бедности и социальном секторе. Следует помнить, что за нашими плечами были десятилетия реструктуризации, сопровождавшихся взрывом бедности. Еще один недостаток – они основаны на восприятии мира как единого целого. Этот подход оставляет мало места для интеграции целей, изучения взаимосвязи между этими целями. В 2015 году цели устойчивого развития видятся совершенно в другом ключе на фоне стирания границ и возникновения мощных южных держав. Мы живем уже не в двуполярном мире, как раньше, а в многополярном мире. И возникают мощные державы на йоге. Мы живем в мире растущих угроз и стремительно увеличивающихся рисков, во многом в результате экономического роста, который был в первую очередь количественным, а не качественным. Это экономический рост, сопровождающий истощение природных ресурсов, нарушение природных циклов, в особенности климата. Это рост, который способствует обострению неравенства. И, как мы видим на графике, в ряде областей ресурсы нашей планеты начинают истощаться. У нас нет выхода из положения, у нас нет плана «Б». Необходимо переосмыслить модели развития всех стран, естественно, с использованием новых идей и новых технических и научных открытий. Но это уже другая история. Что представляет собой эта повестка дня устойчивого развития? Она характеризуется тремя основными отличиями от предыдущей повестки дня. Прежде всего, она отличается гораздо более четким балансом между тремя основными составляющими устойчивого развития – экономической, социальной и экологической. И это видно на данном слайде. Цели устойчивого развития планеты гораздо более многочисленны. Кроме того, эта программа стремится к гораздо более широкому охвату традиционных целей в области бедности, здравоохранения и школьного образования. Были добавлены целевые показатели для глобальных общественных благ. Кроме того, затронутые, к примеру, вопросы климата, сохранения океанов, были добавлены цели, ставшие предметом очень важных предназначенных дискуссий, такие как роль управления или борьбы с неравенством. Мы добавили очень важную цель, касающуюся партнерских отношений, потому что сегодня лишь совместными усилиями стран и разнообразных акторов возможно построить эту повестку дня устойчивого развития. Поэтому сейчас мы работаем над гораздо более всеобъемлющей повесткой дня, но также которая уделяет внимание к комплексным целям, поскольку мы признаем сложность мира, в котором мы живем. Поэтому нужна интеграция таких целей, например, как строительство устойчивого городов, в котором учитываются самые разные вопросы – экологические, социальные, экономические. Итак, зачем нужны именно 17 целей устойчивого развития? Прежде всего, чтобы ничего не упустить. Предложения поступали в большом количестве как от низов, так и от лобби. Эти цели устойчивого развития отражают не только все эти многочисленные предложения, но и сложность самого мира. Таким образом, стало возможно учесть большое количество тем. Одновременно 8 целей в области развития сформулированных деклараций тысячелетий – это было уже много, а 17 – это еще больше. Мы пытались ввести число необходимых целей до минимума. И мы достигли 17. Немного необычного числа, но это доказывало, что ничего не было заготовлено заранее. 17 целей устойчивого развития включают в себя 169 задач. Именно эти 169 задач особенно точно отражают масштаб повестки дня. Задачи эти разных типов – тематические или материальные. Среди тематических задач, например, можно вспомнить обеспечение всеобщего и справедливого доступа к питьевой воде к 2030 году по доступным ценам. Материальные цели включают, например, мобилизацию финансовых ресурсов для сохранения биоразнообразия экосистем. Стоит также отметить чрезвычайную требовательность и важность некоторых из этих задач. Задача 1 цели 10, касающаяся неравенства, например, объясняет необходимость обеспечения более высоких темпов роста доходов беднейших 40% населения, чем в среднем государстве. Это достаточно трудная задача. Задача 3 цели 10, касающаяся жизни на суше, также требует восстановить деградацию почв. Сегодня это вопрос фундаментальный. Каково мнение насчет этой повестки дня? Прежде всего, следует отметить активное участие, которое привело к ее разработке. Повестка дня появилась на свет благодаря политическому соглашению почти 200 стран. Далее следует отметить, что исчерпывающие консультации, переговоры привели к тому, что ничто не было упущено. Почти ничего. Даже если в конечном итоге мы можем сожалеть о недостаточном внимании к культуре. Основное внимание было уделено ключевым направлению устойчивого развития, таким как окружающий среда, об этом жену говорилось, а также борьбе с неравенством и таком важном вопросе, как управление. Наконец, и это важно отметить, эта повестка дня пытается создать нарратив. Она знаменует собой изменение парадигмы. Двуполярная картина мира, север и юг, доживает свой век. Мы живем в сложном мире, нуждаемся в комплексном, системном, а также позитивном видении будущего человечества и его среды обитания. Эта повестка дня ставит вопрос о создании условий для благоприятного будущего для человечества и призывает всех к участию и ответственности. Конечно, повестку дня есть за что покритиковать, в том числе за ее структуру. Например, существуют риски размывания целью устойчивого развития. И ЦУР касается всего, и поэтому мы часто слышим, если цели устойчивого развития ЦУР, захватывая все, они не затрагивают ничего. Существует также риск выбора целей без критерий. Существует риск выбора без приоритетов при наличии антагонизмов. И такой выбор не обязательно будет оптимальным для стран, которые делают это без каких-либо критериев. Цели разработаны, но дорожной карты нет. Значит, мы должны разработать эти дорожные карты, а это огромнейшая работа. Наконец, не решена самая важная проблема. Это возможность реализации данной повестки дня при ограниченности ресурсов. Путь не ясен, его трудно найти, и сможем ли мы вообще его найти на данный момент, это действительно самый важный вопрос. И существует ли этот путь реализации данной повестки дня в нынешних условиях требует очень сильной антропогенной нагрузки. Сможем ли мы найти способы ее ограничить, эту антропогенную нагрузку? Аменьшив эту нагрузку, сможем ли мы реализовать всю повестку дня? Мы должны изобретать новые модели, проявлять креативность, изобретать новые модели, ограничивающие потребление ресурсов. Необходимо открывать новые пути, искать уже существующие, но опирающиеся на иное отношение к природе. Пути, такие как Буэн-Вивир в Латинской Америке, пути, подобные тем, которые используются в симбиотической экономике. Мы должны проявлять креативность, чтобы строить эту повестку дня устойчивого развития, внедряя ее в условиях ограниченности ресурсов. В заключение, обратим внимание на показатели. Вопрос мониторинга будет иметь важнейшее значение для успеха этой повестки дня. Статистическая комиссия Организации Объединенных Наций разработала 241 показатель. Эти показатели будут меняться, в них будут использоваться достижения в области статистики, науки. Со временем они будут совершенствоваться. Показатели также должны применяться и на национальном уровне. Для того, чтобы поставить это все в национальный контекст, была создана сеть процесса мониторинга. Ежегодный политический форум высокого уровня, подводящий итоги достижения прогресса, проводится. И отчет будет составляться каждые четыре года. Но важным для этих показателей вопросом является сбор статистических данных в самых бедных странах. Вопрос об укреплении потенциала для сбора статистических данных имеет важное значение, поскольку, чтобы воплотить повестку дня устойчивого развития, мы должны иметь возможность отслеживать, измерять показатели, касающиеся социально-экономической, политической и экологической сфер. Субтитры создавал DimaTorzok